Следующий докладчик Максим Евгеньевич Житков, доцент, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Национального аэрокосмического университета имени Жуковского, заместитель директора Всеукранского института и концентрированной экспериментальной психотерапии. Спасибо. Я теперь чувствую после доклада Александра Сергеевича необходимость «жечь огненным глаголом», поэтому сразу предупреждаю, что я начинаю сжечь. Итак, естественно, что тема моего доклада, она тоже так или иначе обусловлена событием, происходящим здесь, но в отличие от оптимизма Александра Сергеевича, что мы идем снизу вверх, я в докладе, в названии, вонес более пессимистический, но на мой взгляд более реалистический тезис о том, что мы идем, и этот фестиваль не является исключением в области сферы психологической помощи из ниоткуда в никуда. Итак, тема моего доклада «Кризис по психотерапии или основы диалектики перехода из ниоткуда в никуда». Для продвинутых, естественно, здесь узнаваема цитата из Пелевина. Предваряет эпиграф из Георга Лихтенберга. Я убежден, что если бы Господь когда-то захотел создать такого человека, каким его представляют себе магистры и профессора психологии, то это несчастное существо пришлось бы в тот же день отправить в сумасшедший дом. Итак, сам текст. Любой юбилей практически обязывает к рефлексии, тем более психолога. Еще в большей степени, если речь идет о фестивале практической психологии и духовных практик, имеющем статус международного. Как известно, народ по-латыни звучит как поколи. Тем самым сразу задается один из векторов рефлексии – интерпопулярность. Жанр рефлексии тоже очевиден, поскольку речь идет о психотерапии и психологической помощи, предмете и поныне весьма темным и спорным. Лучше всего для такого дела подходит диалектика – форма и способ рефлективного мышления, имеющего своим предметом противоречие мыслимого содержания самому мышлению. Опять-таки, принимая во внимание интернациональность мероприятия, подчеркнем, что диалектический метод рано является одним из центральных не только в европейской, но и в восточной философской традиции. Ну а раз заявляет тематика пространства перехода, значит диалектически необходимо размышлять о переходе. А какой же переход может быть без кризиса? Любой первокурсник скажет, что если мы слышим слово «переход», значит где-то рядом входит его товарищ под названием «кризис». Таким образом, тема моего доклада формируется автоматически. «Кризис по психотерапии или основы диалектики – перехода из ниоткуда в никуда». Как Шура Балаганов, предчувствуя, что после такой декларации, собравшейся в зале высокодуховное общество, возможно, примется меня бить и, возможно, ногами, сразу же я говорю, что прилагательное и популярное для меня не синоним или не эвфемизм понятию «плохая», низкопробное и т.д. и т.п., а всего лишь наиболее точное определение того состояния психотерапии, которое я наблюдаю последние десятилетия, в особенности на этом фестивале. Она однозначно стала не просто массовым явлением, а неотъемлемой частью не только западной, но и отечественной массовой, то есть популярной культуры. В отличие от некоторых коллег, усматривающих в этом симптом деградации, я, наоборот, рассматриваю такую тенденцию как часть нормальной эволюционной экспансии и вхождение Украины в современное европейское цивилизационное пространство. Мало того, не побоюсь напророчествовать, что в достаточно скором времени психотерапия вообще уйдет в область интернета, как, в общем-то, туда уходит потихоньку и вся другая часть услуг, сфера услуг. Совершенно иной вопрос, какова эта массовость, какого рода она, и как она изменяет саму психотерапию. Итак, тезис первый, который я хочу озвучить. На сегодняшний день массовость превратила психотерапию из научной практики в товар ширпотреба, сделав заложницей маркетинговых стратегий и колебаний рынка. Простой пример. Я еще помню те времена, когда психологи с трепетом смотрели на врачей и всеми способами пытались договориться о том, чтобы их и их психологические модели хотя бы частично признавались, как какая-то разновидность психотерапии, или было тогда такое явление, называлось это психологическая коррекция. Чем отличалась психологическая коррекция от психотерапии, было достаточно трудно понять, но если психолог занимался психологической коррекцией, он мог это делать, а вот психотерапией он заниматься не мог. Сегодня ситуация обратная. Психологи не только активно и зачастую безосновательно критикуют и даже открещиваются от медицинской модели, отдавая ей на откуп обычно неприбыльных пограничных и психотических пациентов. Ну и сами медики, как серфингисты, тонко чувствуя нюансы движения денежных потоков, идут в народ, то есть в психологию, включаясь даже в такие весьма отдаленные от медицины сферы, как, например, тоже для меня очень туманное понятие личностный род. Критерии оценки психотерапевта отодвинули его собственные профессиональные качества на второй план. Тем более, что до сих пор трудно определить научные критерии эффективности любой психотерапии. Гораздо важнее то, насколько психотерапевт умеет выгодно продать себя и свои услуги, которые также в первую очередь должны отвечать товарным требованиям, а именно иметь бренд, быть дешевыми, быстро и легко давать результат и втягивать потребителя в сетевую сеть потреблений. Отсюда берется психотерапевтический секонд-хенд, рождаются мыльные пузыри разнообразных психотерапевтических проектов типа книжных, телевизионных, образовательных, где существуют психотерапевты, вообще не зарабатывающие на жизнь работой с реальными клиентами, зато обучающие всех желающих тому, как правильно это делать, и, соответственно, профессиональные клиенты, кочующие из одного образовательного проекта в другой, с одними же и теми же жалобами и исканием. С точки зрения бульгарной рыночной экономики это должно быть прекрасно, так как подобная конкуренция стимулирует развитие и повышает качество. Однако по факту, точнее по первому закону диалектики, количество переходит в совершенно иное качество. Психотерапия постепенно превращается в разновидность народного шоу-бизнеса, наподобие педагогики, футбола или политики. Как и в других сферах, в психотерапевтической попсе, при наличии хороших менеджерских качеств можно успешно торговать даже воздухом, превратив его в ту куклу, о которой товарищ Пелевин писал. Далее идет цитата. Постмодернизм вообще-то уже давно не актуально. А что такое постмодернизм? Подозрительно спросил Степа. Это когда ты делаешь куклу куклы, и сам при этом кукла. Да, а что актуально? А актуально, когда кукла делает деньги. Вот психотерапия четко укладывается в эту формулу. Тезис второй, став массовой психотерапией, во многом потеряла свою научную патентность, превратившись в заложницу мифологического мировоззрения. Третий закон диалектики, согласно непопулярному ныне, но от этого не менее умному товарищу Фридриху Энгельсу, гласит, что процесс развития носит поступательно повторяемый характер, имеет цикличную спиралевидную форму и означает, что переход из одного качественного состояния в другое происходит только после преодоления первоначального уничтожения старого качества, после переосмысления его и принятия в какой-то мере того из чего-нибудь, или того из чего-нибудь, что было накоплено на предшествующей ступени. Кратко вспомним теперь историю психотерапии. Возникнув из архаических мистических практик, через мифологические мистерии, потом религиозные и духовные практики, философию, зарождающиеся естествознания, она вышла на автономный научный уровень для того, чтобы сегодня, что сделать, опять раствориться в паранаучных, по своей сути, практиках. Для этого есть как глобальные причины, общий развал научного мировоззрения, низкий уровень образования, автономизация субъекта, когда каждый суслик агроном. Так и специфические. Мифология более удобна для бизнеса, так как не требует усилий вообще по доказательству чего-либо. Я вот просмотрел программу Тавали, огромное количество мастер-классов, по крайней мере, называются так, что, в принципе, доказать их, как существование Бога, так и его отсутствие, невозможно. Плюс мифологические боги всегда находятся где-то рядом. В принципе, такие же простые, хорошие парни, как мы, такие же манипуляторы, как мы. Так что по отношению к ним всегда можно вести себя достаточно свободно. Поэтому у нас только психологов по жизни, а курсы психологических факультетов переполнены желающими получить корочку, чтобы иметь официальное подтверждение любому собственному имхо. Для тех, кто не знает эту аббревиатуру, расскажу, что в интернете, если вы напишите любую фразу и после этого поставите имхо, по одной из версий расшифровывается «Имею мнение, хрена споришь», вот, в общем, после этого, все, что вы дальше будете писать, будет рассматриваться как троллинг, то есть пустословие. Постоянно возникающие новые авторские методики, методы и подходы к психотерапии, за редким исключением, представляют собой типичные постмодернистские компиляции хорошо известного старого. Иногда это просто достигает уровня скачанного из интернета реферата второкурсников. Именно поэтому, как преподаватель, я заставляю нынешних студентов читать толстенные труды по антропологии, культурологии, просто художественную литературу. Советую, как Остап Бендер, если не получится стать профессиональным психологом, податься в астрологи, мистики, эзотерики или, на крайний случай, что, кстати, с точки зрения маркетинга будет намного более выгодней, основать свою собственную секту. Кроме того, рождение почти каждого психотерапевтического направления в школу было связано с интеллектуальным откликом на запрос времени. Было бы странно требовать, чтобы труды отцов-основателей психотерапии до сих пор продолжали в полной мере отвечать на запросы современной личности. Просто на секунду закройте глаза и представьте, что бы было, если бы Фрейд или Роджерс, например, ввели страничку в Твиттере, или беседовали в соцсетях, или выступали где-нибудь на ток-шоу Опре Уинфри или Андрея Малахова, например, по поводу инцидента с Пуссерай. Вот просто представьте себе, возможно ли это, если эта картинка у вас в голове складывается, то это значит, что вы просто ничего о них не знаете. А безотклика психотерапия превращается в разновидность психологического насилия путем навязывания хрестоматийных проблем помещения личности в прокрустово ложу любимых теорий. В качестве иллюстрации достаточно посмотреть на множество стихийных аналитиков, до сих пор лечащих по дедушкиным рецептам. Огромное количество людей, особенно прочитавших две книжки и один журнал «Космополитен», рассказывают о наличии эдипового комплекса в таком бульгарном понимании, о наличии страха кастрации и прочих вещах, о которых хорошо говорить в салонах. Отсюда вытекает и третий тезис. Массовость психотерапии привела к ее обесцениванию. Обещанная психотерапевтической попсой панацея вначале вызвала идеализированное ожидание, а после столь же интенсивную фрустрацию. Накушавшись психотерапией, люди уходят в лучшем случае в религию, привлекательную своей традиционностью. В худшем случае в никуда. Действительно, зачем этих психологов, если достаточно посмотреть пару-тройку психологических сериалов, прочитать несколько научпоповских книжек и освоить арсенал формул счастья из журнала «Космополитен». В связи с этим я и говорю о переходе из ниоткуда в никуда. Где до перестроечного бума преимущественно находилась психотерапия в суровые советские годы, и туда, куда она словно в буддийскую нирвану уходит в эпоху завершения полудикого украинского капитализма. Стоит ли об этом плакаться? Не более, чем о любой человеческой жизни, которая протекает точно так же. Мало того, что это позволяет лично мне смотреть в достаточно большим оптимизмом будущее. Ведь чем более внутренне противоречивая ситуация, тем в большей степени, как писал отец в диалектике Гегер, в ней есть потенциал движения. Противоречие есть корень всякого движения и жизненности, лишь поскольку оно имеет в себе саму противоречие. Оно движется, обладает импульсом и деятельностью. Это означает, что по сути своей мы стоим с вами на пороге нового этапа развития психотерапии. Можно прогнозировать, каким он будет, но я точно могу сказать, каким он не будет. Он точно не будет таким, каким представлено-то вами. В заключении я хочу сказать о том, что по стилистике и по содержанию мой доклад однозначно сам является типичным произведением популярной психотерапии, в связи с чем полностью соответствует всему написанному в нем и может ожидать подобной же реакции. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...